Привет, друзья! Исполнитель главной роли кинокрада Лойка Забара в культовом советском фильме «Молдавский актер Григория Григорьеву» 4 апреля мог бы отпраздновать 80-летие. Он погиб в автокатастрофе 17 лет назад. Разыскав в Кишиневе старшего сына заслуженного артиста Молдавии Октавиана Григорьеву узнали тайну жизни его знаменитого отца. Он впервые рассказал о том, почему друг его отца, режиссер картины «Табор уходит в небо» Эмиль Летяно, скрывал от всех рак и сбегал из больницы. Как случилось, что медики, заразившие актрису Екатерину Григорьеву, избежали наказания и как Григорий пытался устроить личное счастье после похорон любимой женщины. Григорий родился 4 апреля 1941 года в небольшом молдавском городе Каушаны в семье крестьян. Его родители имели огромное хозяйство. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, оттуда не вернулся. Погиб героически в бою, не дожив год до победы. Через некоторое время мама будущего заслуженного артиста Молдавии вышла замуж за механика, которая работала на железной дороге. Когда отец появился на свет, гадалка объявила его родителям, что он станет кинокрадом. Передает семейную легенду 47-летний преподаватель факультета журналистики Молдавского государственного университета Октавиан. Ни одного коня папа так и не украл, а все-таки пророчество сбылось. Он сыграл цыгана Азобара, который ворует не только коней, но и женские сердца. Своим тяжелым мужским взглядом он украл сердце красавицы цыганки Рады. Она его так и не смогла приручить. В итоге он убил ее. Отец, будучи подростком, любил испытывать себя на прочность. Из бочечных досок делал лыжи и катался с самых высоких холмов. Скакал на лошади, занимался боксом, хвастаясь. Я все могу. Мой дед трудился на железной дороге, и 16-летний папа решил подзаработать денег в тамошней ремонтной бригаде. Как-то погрузили они с товарищами снятые рельсы на вагонетку и отправились с ней на станцию, а из-за поворота неожиданно появился поезд, который приближался по тому же пути, да еще идущему под уклон. Все разбежались, только отец и еще один взрослый мужчина не растерялись и буквально в одно мгновение перевернули вагонетку, скинув ее с рельсов. Потом все бригады не могли вернуть эту махину, весившую больше тонны на место. Но крепкий парень был силен не только физически, но и умственно. Он сам научился играть на гитаре, был человеком довольно лиричным, обладал хорошим голосом, поэтому записался в хор. Потом попал в местный театр, днем работал в ремонтной бригаде, а вечером выступал на сцене. Отец в 17 лет твердо решил стать артистом, хотя были до этого сомнения. Он хотел быть моряком, а бабушка с дедушкой мечтали, чтобы он стал начальником железнодорожной станции. Папа, несмотря на их протесты, уехал в 59 году во второй по величине город в Молдавии, Бельцы. Там был конкурс на зачисление в труппу Республиканского драматического театра. Папу взяли, там же он встретил маму. Она к тому времени уже работала в театре несколько лет. Григоре влюбился с первого взгляда в ведущую актрису театра Екатерину Бонтарюк. Она была старше его на 4 года. К тому моменту была уже очень востребована в профессии, получала множество главных ролей в театре. Ее сердце добивались многие мужчины. Она отказала всем, сказала «да» лишь однажды и навсегда. В числе тех, кто получил от темпераментной красавицы отказ, был и Петр Лучинский, будущий президент Молдавии. Отец редко бывал дома, он постоянно был в разъездах, много снимался в кино, гастролировал по всему Советскому Союзу. Мама, конечно, очень тосковала, когда его не было, но старалась не показывать свои эмоции. Она ни разу папу не упрекнула в долгом отсутствии, не ревновала его. Папа по приезде с гастролей всегда привозил ей дорогие подарки, например, украшения из жемчуга, красивые наряды. Цветы он ей, кстати, не дарил. У нас в семье этого не принято. Жалко потом смотреть, как они увядают и выбрасывают их. Отец всегда был очень чутким человеком в эмоциональном плане. Через некоторое время Екатерина и Григоре решили покорить молдавскую столицу и переехали из Бельцов в Кишинев. Сначала они оба работали в телевизионном театре «Диалог», потом он закрылся, и Григорьев перешел в другой драматический театр, а его супруга осталась работой на телевидении режиссером детских передач. Григорьев стал всесоюзной звездой в 35 лет. В 1976 году на экраны вышла драма режиссера Эмилия Латяну по мотивам рассказов Максима Горького «Табор уходит в небо». Картина стала лидером проката. В премьерный год ее посмотрели почти 65 миллионов человек. Фильм получил множество наград в разных странах на самых постижных мировых кинофестивалях. Исполнители главных ролей Светлана Тома и Григория Григорию стали народными кумирами. Им писали сотни писем из всех уголков СССР. После этого они снимались и во множестве других кинокартин. Но ни одна из них не смогла затмить успеха фильма «Табор уходит в небо». В Молдавии папу знали все. Каждый мечтал выпить с ним, пригласить его в гости, вспоминая сын заслуженного артиста. 90-е годы сломили многих, в том числе и тех, кто, как казалось, получил постоянную прописку в разделе «Великих и известных». Не стал исключением и герой нашей публикации. Он, по сути, оказался за бортом. На смену фильмам с глубоким смыслом на основе произведения выдающихся писателей пришли боевики-детективы. Папа очень сильно переживал невостребованность, безденежье. Он перестал выбирать роли, соглашался на любую работу, на любые гастроли. Представляете, однажды даже вел конкурс с звонарей. В 1996 году в семье кинозвезды случилась трагедия. Не стало Екатерины, главной женщины в жизни актера, с которой он прожил 30 лет. Мама еще с молодости болела гепатитом, но он не проявлял себя, потому что она всегда следила за здоровьем. Она делала гимнастику, проходила регулярные медицинские обследования. Во время переливания крови врачи заразили ее гепатитом D. При этом заболевании сильно страдает печень, может быстро развиться цирроз. Мама на наших глазах сгорела за какие-то три месяца. Последние недели даже не могла подниматься с кровати. Для нее, человека очень энергичного, это было катастрофой. Мы ничего не могли поделать. Врачи так и не признались, что они виноваты в смерти мамы, даже не принесли никаких извинений. Да мне они были и не нужны. Ее уже не вернуть, поэтому я не стал обращаться в суд. Халатность сплошь и рядом, и ничего с этим не поделать. После ухода из жизни мамы, папа стал молчаливым. Он часто уезжал на дачу. Через некоторое время постепенно стал приходить в себя. Даже пытался устроить личную жизнь. Он мне сам об этом не рассказывал. Это я узнал на его похоронах. Ко мне подошла заведующая библиотекой в Кишиневе. Женщина лет на 20 моложе моего отца, и рассказала о том, что у них начался роман. Она очень хотела быть с папой, но не срослось, думая, что он до последнего вздоха любил только маму. После смерти жены у Кригорьеву не было возможности найти спасение на работе. Его больше не приглашали сниматься в кино. За два года до смерти в 2001 году папа побывал на фестивале Киношок. Там встретился с режиссером Эльдаром Рязановым, со многими своими коллегами. Он вернулся оттуда воодушевленным, надеялся, что ему еще удастся сняться. Но увы, время не вернуть назад. Режиссер, который снимал Григоре во многих своих картинах и сделал из него знаменитость Эмиль Латяну, умер 18 апреля 2003 года. Эмиль Владимирович часто бывал у нас в гостях. Он очень дружил с мамой и папой. Они вместе даже открыли театр универсального актера в Кишиневе. Хотели, чтобы там были артисты, которые умеют все. И вихтовать, и танцевать, и много еще чего. Но театр закрылся после смерти Латяну. Он болел раком, при этом отказывался лечиться. Когда его несколько раз клали в больницу с приступами, он, приходя в сознание, сбегал оттуда. Эмиль Владимирович надеялся, что вера в Бога поможет ему победить болезнь. Но метастазы пошли уже по всему организму. Он потерял сознание в аэропорту в Москве, когда вернулся домой из Болгарии со съемок своего нового фильма. Там мой папа должен был играть одну из главных ролей. Через несколько месяцев после ухода из жизни режиссера не стало и Григорию. Отец очень любил охоту, часто ездил с друзьями охотиться на кабанов, фазанов, уток. 20 декабря 2003 года он тоже поехал со своим другом-инженером Иваном Гроссу за город на охоту. Они стояли рано утром на обочине, ждали еще друзей, чтобы все вместе поохотиться. В Волгу, в которой был папа, влетела Мазда. Отец погиб на месте, его друг тоже. Во влетевшем в них автомобиле погибли многодетная мать и мужчина, а шофер выжил, но остался инвалидом. Пассажиры Мазды торопились в Одессу на рынок. На дороге был гололед, еще и туман, а они ехали со скоростью не менее 130 км в час. Спустя год был суд. Я один раз пришел туда, мне было очень страшно видеть убийцу отца. Не стал требовать ни срового наказания, для него ни денежной компенсации. Просто ушел с процесса и больше туда не ходил. Я даже не знаю, сколько лет дали виновнику аварии. Через год после смерти заслуженного артиста Молдавии, по роковому стечению обстоятельств, на дороге погиб его младший сын Троян. Брат жил с женой и дочкой в Бухаресте. Он там играл в театре множества главных ролей. Приехал ко мне в Кишинев на несколько дней в гости. Они с бывшим однокурсником отправились отдыхать на берег реки Днестр. Их машина опрокинулась в кювет, они оба скончались на месте. И отец, и брат погибли от сильного удара в область сердца. У Трояна вообще грудная клетка была вдавлена. Почему их машина опрокинулась, остается только догадываться. Одна из версий, они почему-то убегали от полицейских, может быть, поэтому и перевернулись. Узнав о смерти отца, на место его гибели приехали множество цыгам. Они после выхода фильм «Табор уходит в небо», принимали его за своего. Устроили там по своим обычаям трехдневный пир в память о нем. Мне очень приятно, что и сегодня миллионы людей не забывают моего отца. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.